Верховный суд пояснил, в каких случаях свет отключат за долги. Касательно того, в каком случае должнику могут отключить подачу электроэнергии. Оказывается, перед тем, как отключать электроэнергию, поставщик к услуге должен уведомить должника согласно строгому алгоритму. Если какие-то из требуемых законом пунктов не соблюсти, прекратить подачу электричества в квартиру не получится, даже несмотря на крупный долг потребителя услуги. Прежде всего, должнику по обычной почте необходимо направить заказное письмо с предупреждением, что в случае непогашения долга электричество отключат. На расплату с долгами у гражданина в этом случае есть 20 дней по закону. Предупреждение отправляют с обязательным уведомлением о вручении получателю. Однако, если адресат по той или иной причине не получит письмо, в установленный законным срок, по закону такой гражданин считается непроинформированным. О задолженности и свет ему не отключат. Примечательно, что причина, по которой должник не получит письмо, в этом случае роли не играет. То есть, при желании уведомления можно не получать. Добавлю, что проблема коммунальных долгов носит для России серьезный характер. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. До новых встреч!